Если у вас есть Библии или Новый Завет, то раскройте их, пожалуйста, на восьмой главе книги Деяния. Мы прочтем стихи с пятого по восьмой, затем с четырнадцатого по семнадцатый и, наконец, двадцать пятый стих. Стихи в промежутках касаются другой темы, а именно одной загадочной личности по имени Симон, и о нем мы побеседуем в следующий раз. Сегодня мы не сможем коснуться обеих тем сразу, то есть о действии Духа Святого в связи с пробуждением в Самаре и о Симоне. Обе темы очень важны и назидательны, и желательно уделить каждой из них достаточно времени, то есть разобрать их, не торопясь. Итак, в первую очередь прочтем наш текст, начиная с пятого стиха восьмой главы книги Деяния. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Тут, во-первых, необходимо обратить внимание на слово «так». «Так Филипп пришел в город Самарийский». Само по себе это слово, конечно, не имеет особого значения, но в связи с нашим текстом оно о многом говорит. Оно связывает с событием, происшествием раньше. Ввиду того, что произошло до этого, Филипп очутился в одном из городов Самарии. Это слово «так» указывает на то, какие обстоятельства обусловили его появление в этом городе в Самарии. Об этом сказано выше в начале восьмой главы. «По причине сильного гонения верующие, жившие в центре, то есть в городе Иерусалиме, были рассеяны по разным местам Иудеи и Самарии. Все, кроме апостолов, апостолы остались в Иерусалиме. Вы помните, что сказал Христос перед тем, как Он был восхищен на небо? «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Проходит время, и в результате свидетельства апостолов в Иерусалиме, там, где должно было начаться свидетельство, переживает обильное благословение. «Тысяча душ обращается к Господу, и никто из апостолов не идет евангелизировать Иудею и Самарию, как велел им Христос. Или они забыли, или они были настолько поглощены ростом церкви в центре, что почли нужным оставаться на месте. Так или иначе, они пренебрегли указанием, данным им самим Господом, нести благую весть по всему миру. И Господь допустил гонение, которое началось после убиения Стефана. После начатого ими служения в Иерусалиме, апостолам следовало бы оставить центр и начать двигаться дальше, вперед, по маршруту, указанному им Иисусом Христом. Ведь само слово «апостолы», что значит «посланные», подтверждает это. Но люди всегда тяготеют к тому, чтобы оставаться на месте, особенно когда Господь благословляет. В таком случае очень естественно прийти к выводу, что это явный знак – не двигаться. Однако порой может быть как раз наоборот – верным знаком того, что именно необходимо начать двигаться и поручить начатое дело другим, а самим же идти дальше, особенно когда Господь на это ясно указывает. Однако Бог не ограничен теми, которые остаются дома. Он всегда найдет других, которым Он может поручить свое дело, поручить исполнение своего плана. И вот такими готовыми были многие верующие, как сказано в 11 главе этой же книги, в 19 стихе. «Между тем рассеявшиеся отгонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя, кроме иудеев». Вы заметили, хотя рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово, они ограничивали свое свидетельство только иудеям. Даже после того, как Господь заставил их стать миссионерами за пределами Иерусалима, по причине гонения, они тем не менее ограничивали свое свидетельство только своим соотечественникам, проживающим за пределами столицы. Исключением был Филипп. Так что, в отличие от других рассеявшиеся, Филипп, прибывший в Самарию, начал благовествовать Христа самарянам. Теперь давайте возвратимся к чтению нашего текста. Нам теперь яснее будет значение слова «так». Поэтому еще раз прочтем с пятого стиха. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые истелялись. И была радость великая в том городе». Теперь, пропустив несколько стихов, читаем с четырнадцатого стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». И затем двадцать пятый стих. «Они же, то есть Петр и Иоанн, апостолы, засвидетельствовавши и проповедовавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Петр и Иоанн были из тех апостолов, которые остались в Иерусалиме. Но, побывав в Самаре и исполнив свое служение там, вместо того, чтобы сразу же возвращаться в Иерусалим, они посетили многие селения самарийские проповеды Евангелия. Это было их первое служение за пределами Иерусалима. И проложил им туда дорогу не один из апостолов, а Филипп. Он показал им добрый пример и убедил их, что Бог нелицеприятен и желает, чтобы все пришли к покаянию и к познанию Сына Его. Потому что, Христос Своею смертью приобрел спасение для всего мира. Его последними словами, Его последние наставления, обращенным к ученикам, были слова «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». И тем не менее, только после того, как Филипп начал проповедовать в Самарии, увидев благодать Божию, апостолы впервые начали сами проповедовать Слово Господне, «Не иудеям». Но, как мы указали в начале нашей беседы, здесь, в восьмой главе, мы находим один очень поучительный урок о действиях Духа Святого. И думаю, что происшедший в Самаре может ответить на один из волнующих вопросов многих верующих о том, как действует Дух Святой. Например, возможно ли быть чадом Божьим и не иметь в себе Духа Святого? Или имеет ли каждое чадо Божье Духа Святого? Должен ли верующий в Иисуса Христа, как своего Спасителя, ожидать какого-то особого переживания, чтобы получить Духа Святого? Да, это вопросы, которые требуют ответа. Вы заметили, что тут произошло? Сперва самаряне уверовали и крестились, а потом, спустя некоторое время, прибыли апостолы Петр и Иоанн, помолились над ними, и тогда только уверовавшие и крещенные самаряне приняли Духа Святого. Как это объяснить? С этим вопросом мы не раз встречались, задавали нам его и наши слушатели. Правда, выражаете его по-разному, но по существу он касается многосторонних методов действия Духа Святого. Например, такой вопрос его задают неоднократно. Необходимо ли верующему после своего уверования ожидать какого-то особого переживания, который убедит как бы подтверждением получения Духа Святого? Хорошо, если так, то какими знаменями должно сопровождаться такое переживание? Вопросы эти актуальны. И поскольку они остаются неотвеченными, задающие их будут лишены уверенности, внутреннего мира и радости. Но благодарение Господу и на эти вопросы Бог дает ответ в Своем Слове. Чтобы получить удовлетворительный и, главным образом, правильный ответ, необходимо узнать, что говорит Слово Божие в целом об этом вопросе. Вот что важно. На первый взгляд, ссылаясь на пережитые самарянами, можно было бы сказать, что можно быть верующими, крещенными и, тем не менее, не иметь Духа Святого. Такой вывод нетрудно сделать из того, что только по пришествию апостолов Петра и Иоанна, после того, как они возложили на уверовавших руки, на самарянца шел Дух Святой. Как будто не нужно других доказать, что действительно так, то есть, что возможно быть верующим и все же не иметь Духа Святого. Да, если ссылаться исключительно на это событие. А то, что самаряне уверовали в Иисуса Христа, то в этом нет никаких сомнений. Они поверили проповеди Филиппа, а он возвещал им полное Евангелие. Заметьте, как в нашем тексте подчеркивается то, о чем говорил Филипп. Он не говорил им о законе Моисеевом или об Иоанновом крещении. Нет. Сказано, что он проповедовал Христа. А в 12 стихе написано, что когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Так что нет никаких сомнений о том, что проповедовал Филипп. Он возвестил им благую весть во всей ее полноте. И народ поверил и крестился. И тем не менее, никто из них не принял Духа Святого в момент уверования. Для этого необходимо было прийти апостолам из Иерусалима и помолиться над ними особо, возложив на них руки. И тогда только сошел на самарян Дух Святой. Не противоречит ли это ясному учению тому, что каждое Дитя Божие при Возрождении получает Духа Святого? Как будто так. Да, пример самарийских верующих, если взять его отдельно, действительно представляет из себя проблему. Почему самаряне сразу же не приняли Духа Святого, когда они уверовали во Христа, а только спустя некоторое время, когда к ним пришли апостолы из Иерусалима? Дорогие мои, этот случай еще раз подтверждает, что мы не имеем права брать в основу доктринального учения отдельные примеры переживания и опыт людей. Проследите примеры обращений по книге, например, «Деяние», и вы обнаружите, что каждое такое переживание остается индивидуальным, не похожим на другие. Но не нужно ограничиваться только примерами книги «Деяние». В Евангелии вы тоже не найдете двух человек, переживших спасение одинаково. Мы глубоко ошибаемся, думая, что если один пережил возрождение так, то другие обязательно должны пережить его таким же образом. С каждой душой Господь поступает особо. Да, подобно тому, как не бывает двух одинаковых снежинок, двух одинаковых листьев, звезд или людей, так разнообразны переживания и опыт каждого приходящего Господу. Возьмем хотя бы три случая обращений из восьмой и девятой главы книги «Деяние», то есть обращения Эфиоплянина, Савла Тарсянина и Корнилия Сотника. Все они пережили благодать Божию и получили одинаковое спасение во Христе Иисусе, и тем не менее каждый имел свой особый опыт. Первый Эфиоплянин был пробужден через чтение Слова Божия. И к нему Господь посылает своего слугу Филиппа, чтобы он объяснил Эфиоплянину то, что он читал. И тут же Филипп приводит Евнуха к познанию Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя. Однако Саввил видит и слышит самого Господа. Вы помните, как вдруг его ослепляет свет с неба, и он слышит голос, говорящий ему, «Саввил, Саввил, что ты гонишь меня?» «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». С подобным обращением мы больше не встречаемся. Третье обращение, о котором говорится в десятой главе, было обращением Сотника Корнилии. К нему в видении был послан Ангел Божий, велевший ему найти Петра. Когда Петр пришел и начал говорить о Христе, во время его проповеди Дух Святой сошел на Корнилии и на всех бывших с ним, и так они обратились к Господу, так пережили они спасение. Да, возлюбленные, пути Божии не наши пути, но как небо выше земли, так пути его выше путей наших, и мысли его выше мысли наших. Поэтому, дорогие друзья, мы не можем основывать ту или иную догму на отдельных переживаниях. Однако, возвратимся к нашему вопросу. Почему уверовавшие в Самарии не сразу приняли Духа Святого? В проповеди Филиппа мы не обнаружили недостатка. Он проповедовал Христа, и многие уверовали и крестились во имя Господа Иисуса. И тем не менее, они сразу не получили дара Духа Святого. Почему? На этот вопрос нет ответа. Книга Деяния не указывает на причину такого замедления. И вот сам тот факт, что ему нет объяснения, и является объяснением. Как это так? Дорогие мои, когда мы поймем, что объяснить или предсказать методы действия Духа Святого невозможно, когда мы перестанем систематизировать его действия и проявления, или прокладывать для него какую-то узкую нами придуманную дорогу, по которой, как мы считаем, он обязан идти, тогда можно будет сказать, что мы поняли основную истину о Духе Святом. То есть, что Он действует как Ему угодно. Видите ли, Бог оригинален во всех путях Своих и Своих делах. Он не инертен, не неподвижен. Каждое его проявление свежо и оригинально, Богу чуждо подражательство. Допустим, что мы взяли бы пример обращений самарян и превратили его в догму, что, мол, можно верить в Иисуса Христа, быть обращенным и крещенным, и тем не менее не иметь Духа Святого, и что получение Духа Святого – это совершенно отдельное переживание. Хорошо, если взять этот пример за основу для учения, то логически следует следовать ему во всех остальных деталях. Во-первых, согласно этому примеру, получение Духа Святого невозможно без посредничества апостолов. И дальше можно показать, насколько ошибочен такой подход к действительности. Чтобы согласовались между собою все аспекты этого примера, мы также должны сказать, что принятие Духа Святого невозможно без возложения рук и что необходимо человеческое посредничество. Но как тогда объяснить переживание Корнилья? Он и все его домашние приняли Духа Святого без возложения рук во время проповеди Петра. А те, которые настаивают, что говорение на иных языках является признаком возрождения, что, мол, человек не спасен, если не говорит на иных языках, что вы скажете о верующих в Самаре? Здесь не сказано, что они, подобно ученикам в день Пятидесятницы, говорили на языках, когда сошел на них Дух Святой. Все это, дорогие мои, во-первых, говорит нам, что мы не должны создавать учения и доктрины на основании одного, или двух, или даже трех отдельных примеров. Мы должны взять во внимание все, что говорит Священное Писание о той или иной истине. Дальше мы не должны указывать Духу Святому, как Он должен действовать, вкрадывая Его в узкие рамки наших собственных предубеждений. Только тогда можно сказать, что мы поняли сущность, суть учения о Духе Святом, когда мы готовы признать, что пути Его не наши пути, и потому предсказать методы действия Духа Святого мы не можем. Помните, что Христос сказал? Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Я всегда боюсь за людей, которые в своем воображении систематизируют методы явления Духа Святого в сердце человека. Этим они отводят для Духа Святого только один узкий путь, исключая все другие. Да, Дух дышит, где хочет. В этом, дорогие мои, прелесть и сила действия Духа Святого. Он всегда оригинален. По причине, неизвестной нам, Дух Святой предпочел войти в жизнь этих верующих после некоторого промежутка. Почему? Снова повторяю, мы не знаем. И это исчерпывающий ответ, потому что никто не может сказать, ибо Дух дышит, где хочет. Да, голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То же самое следует сказать и о дарах Духа Святого. Дух разделяет каждому особо, как Ему угодно. Мы знаем, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И что каждый возрожденный чадо Божие является храмом Духа Святого, то есть в нем обитает Дух Святой. С некоторым промежутком во времени после их уверования Дух Святой вселился в сердца самарян, и они, как все дети Божии, были крещены одним и тем же Духом в одно тело Христова. Так что с приходом Духа Святого с этими верующими произошло то же самое, что произошло с апостолами в день Пятидесятницы. Корнилию в Его доме, ученикам Яна Крестителя в Ефесе и что происходит с каждым верующим в Иисуса Христа. Возлюбленные, не будем ограничивать Бога нашими предрассудками, предубеждениями и мудрствованиями. Дадим Богу простор и предоставим Ему свободу действия, как Ему угодно. Отбросим в сторону все наши теории и позволим Ему исполнить свое дело так, как Он хочет. Что если Он решил на короткое время удержать этот жизненно важный элемент, свойственный каждому возрожденному человеку? Ведь Он лучше знает почему, не так ли? Некоторым людям трудно примириться с тем, что Бог все же лучше знает, как Ему вести свое дело. Но в то же время, дорогие мои, можно иметь доктринальные знания, как должно быть пережито возрождение, и знания наши могут быть совершенно согласованы со Словом Божиим. Но если мы не пережили самого возрождения, то по существу мы ничего не имеем. Необходимо пережить возрождение. Вот что так важно. Да, можно быть убежденным в Христовой любви. Можно подойти очень близко к порогу Царствия Божьей. Можно даже решиться последовать за Христом и все же не быть чадом Божьим. Самого главного, основного нет, не достает жизни. Если сердце неправо перед Богом, Дух Божий в нем жить не может. Нет, остается только один выход – покаяться в своем грехе. Тогда Дух Святой войдет, и такой человек станет членом тела Христова. Христос умер для того, чтобы сделать покаяние возможным, чтобы омыть грехи наши крови своею и дать нам жизнь, и жизнь с избытком. Дорогой друг, рожден ли ты от Бога? Имеешь ли ты эту жизнь Христову? Только она может разорвать узы, делающие тебя рабом греха. Если ты, мой друг, не пережил это чудо возрождения, то сегодня, заслугами Христовой смерти, ты можешь стать Его чадом. Кровь Иисуса Христа очищает и освобождает нас от вины и власти греха. Когда ты так омыт кровью Сына Божия, тогда и ты будешь храмом Духа Святого. И кто Духа Христова имеет, тот и Его. Благодарение Ему за Его неизвеченный дар.